Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog. Меня зовут Виктория Бородина. И я по-прежнему нахожусь в Кремниевой долине, в США. А мой сегодняшний гость, как вы поняли, находится не рядом, а находится в Германии, Берлине. Слава богу, технологии позволяют общаться с интересными людьми, профессионалами. И сегодня я вас хочу познакомить с Максимом Лагвиненко. Мы сегодня поговорим о Big Data и поговорим о том, как строить свою карьеру, о неудачах в получении H1B и о том, как не растеряться и строить свою карьеру, несмотря на определенные неудачи, превращать их в удачи. В общем, такие у нас интересные темы. Привет, Максим! Привет! Приятно видеть тебя на своем канале. Я знаю, что ты мой подписчик. И здорово, что такие люди, как ты, смотрят мой канал. Мне очень приятно, вдвойне приятно, что ты стал моим героем. Героем нашего канала. Это всегда интересно посмотреть на истории других, потому что тоже можешь очень много полезной информации подчеркнуть из того, что другие люди делают, делали. Я надеюсь, что сегодняшняя твоя история, в частности, тоже многих вдохновит, потому что я, поскольку уже знаю некоторые интересные моменты, я в этом уверена. Я, по традиции, предлагаю своим героям рассказать самостоятельно о своем пути в программировании, о каких-то основных этапах своей карьеры. Welcome, как говорится. Окей. Ну, началось все еще со школы. То есть у всех или у многих в школе были уроки информатики. На наших уроках информатики мы рисовали всякие блок-схемки, решали задачки. До программирования дела не доходило, но мне было интересно. Я нашел книжку у отца на полке про Basic и начал писать какие-то простенькие программки. Ну, по сути, то, что мы делали на уроках информатики, переписывал блок-схем на программки. Но это все было достаточно несерьезно и непрофессионально, естественно. И потом я поступил в институт. Я жил в Белгороде и поступил в Белгородский государственный университет на профильную специальность МАТ-обеспечение и администрирование информационных систем. Как сейчас помню, отскакивает от зубов. Вот. И оттуда началось уже серьезное увлечение программированием, серьезное занятие программированием. Собственно, группа была просто огонь. Отличные ребята, заинтересованные. И это очень помогает, когда вокруг тебя собираются заинтересованные люди. Это очень круто. И это помогает тебе расти, смотреть по сторонам на других. А потом я начал работать где-то после второго курса. Я устроился на неполный рабочий день. Делал сайтики для белгородских контор. На PHP, JavaScript, версточка. Все вот это вот ламповое и старое такое. Но так я проработал, наверное, год или два. В фоне дополнительные деньги студенту никогда не мешали. И потом я устроился на работу, когда один московский дядя не хотел пролатить зарплату московским программистам. Решил нанять белгородских студентов. И мы делали сайты для продажи игровой валюты, карт, World of Warcraft, еще там какие-то игры. Я уже не помню, было очень давно. После этого я устроился в Институт высоких технологий. Это был не институт, не высоких, но технологий. Мы разрабатывали площадку для электронных торгов. Был также проект для мониторинга трансформаторов по станции. И там, собственно, я первый раз познакомился с Java, перешел программировать на этот язык. И через какое-то время, в 2011 году я уехал в Москву. Устроился в компанию Pixonic. Там я проработал 4 года. Мы там занимались разработкой аналитики для игровых платформ. Но да, если вы играете в игры, все ваши события записываются и анализируются потом очень тщательно. И после этого я работал почти 4 года, нет, 3 года в американском стартапе удаленно на Силиконовую долину. Ну и начиная с прошлого мая, с мая 2018, я здесь в Германии в компании Karim. Это такой средневосточный Uber. Интересно. Ну, обо всех этих этапах мы поговорим поподробнее, потому что каждый из них интересен. Но мне хотелось бы сейчас, чтобы ты вспомнил самые свои интересные проекты, которые, может быть, были в какой-то степени челленджами для тебя и запомнились больше всего. Про проекты. Я могу вспомнить несколько интересных задач, которые мы решали. Это, можно сказать, как отдельный проект внутри компании. Один из таких примеров был на предыдущем месте работы, как раз в Кремниевой долинской компании, в Metamarkets. Мы сделали с ребятами систему автоскейлинга для нашего реал-тайм процессинга данных. Это была не стандартная, не обычная система автоскейлинга. То есть, когда, я думаю, многим знакомы, где вы можете в Амазоне сказать, когда CPU больше 60% скейлся вверх, или там по памяти, по throughput, это была немножко сложнее система. То есть, она учитывала SLA с клиентом, стоимость железа, производительность текущего кода, который там выполняется. И она была более такая адаптивная. То есть, она могла, например, заскейлиться вниз, накопить какой-то бэклог данных, и потом заскейлиться вверх, быстро запроцессить все, и опять заскейлиться вниз. Тем самым мы не нарушали SLA с клиентом, клиент был счастлив, и мы экономили деньги компании, и время инженерам, дата инженерам, которым не нужно было идти и руками это все менять. Это был один, вот такой вот, который сразу вспоминается, интересный проект. И еще интересный проект был тоже на предыдущем месте работы. Я думаю, многим подписчикам, кто работает с Big Data или читал про это, знакомым, например, Apache Beam, то есть, который позволяет, уровень абстракции, который позволяет выполнять код на разных платформах вычислительных. Вот мы написали нечто подобное в своей компании еще до тех времен, когда Apache Beam появился и получил свое распространение, то есть, такой движок, который позволял нашим дата инженерам написать код однажды и выполнять его потом в Spark, в Hadoop, в SAMS, то, что мы underlying computational level, как говорится, который мы заимплементим, на том и выполнялся. Это было очень интересно, очень полезный опыт. Я, к сожалению, пришел, когда уже корп, самый корп был разработан, но я поучаствовал в доработке, в новых фичах, и это было очень полезно и очень круто. Ты уже неоднократно вот сейчас упоминал о том, что ты работал на американский стартап, и многие люди хотят эмигрировать в какую-то страну, но часть людей, я думаю, что, может быть, даже большая часть, хотели бы работать, например, на американский стартап, получать доллары, но при этом жить в своем родном городе, видеть своих друзей чаще, чем раз в год или два раза в год. Но, в общем, не буду затягивать долго вопрос, вопрос в том, как ты искал эту удаленную работу на стартап? Было дело в 2015 году, и я решил, что пора бы приобрести опыт работы в зарубежной компании, потому что это всегда полезно, на самом деле, окунуться в другую культуру, посмотреть, как в других местах работать, не только в твоей родной стране. Я начал искать, начал смотреть, было несколько вариантов, несколько собеседований в разных компаниях, и Metamarkets была одной из них. Собственно, собеседования проходили так же, как в большинство, несмотря на то, что это стартап, собеседования проходили так же, как в большинство компаний в данный момент. То есть это примерно 4 собеседования с инженерами, где мы решали инженерные задачи. Очень часто они были очень близки к предметной области компании, но без фанатизма. То есть никто не просил меня досконально знать Kafka или Storm или Samsung и рассказать, как там все внутри работает. Если я не говорил о том, что я знаю, как это работает, никто не будет это спрашивать. Но были задачи, например, как заджойнить два стрима данных, то есть написать какой-то код, рассказать, как я вижу алгоритм, который будет это решать. И последнее интервью было с VP of Engineering, где больше такое софт-скиллы, то есть как я работаю в команде, что для меня важно. И по результатам этих собеседований мне сделали оффер, и я работал удаленно в течение трех лет после этого с этой компанией. Разные часовые пояса. Для того, чтобы нам сделать с тобой это интервью, мы достаточно долго подбирали какое-то более-менее обменяемое время. И действительно, это достаточно проблематично. Компания, которая находится, как ты говорил, в Кремниевой долине, да? И ты находишься там плюс-минус в московское время, да? Да, я находился в Москве, собственно. Как у вас строился рабочий процесс? Ну, на самом деле, честно сказать, часовые пояса для меня были болью, потому что... Ну, не болью, но это очень сильно нарушило мой world-life balance, как говорится. То есть, я вставал утром, начинал работать где-то с 10, с 11 утра. Я работал до 7-8 вечера, потом ехал домой. И из дома приходилось очень часто еще созваниваться, списываться, договариваться, потому что ты работаешь не в изоляции, ты работаешь в команде. У тебя есть члены твоей команды, которые сидят в долине, и у вас разница 10-11 часов. И тебе не хочется полностью синхронное общение. Иногда нужно что-то обсудить, какой-то pull-request, какую-то идею. И это нарушало очень сильно world-life balance. То есть, приходилось не спать иногда до часа, до двух ночи, иногда и позже. Но помогало, во-первых, то, что мы несколько раз ездили в командировки на 2-3 недели. И очень много вопросов решалось там. И в целом я уже через какое-то время стал более независимым, мог решать более независимые задачи. И тогда вот этих точек синхронизации стало поменьше и стало чуть-чуть попроще жить. И плюс ко всему, есть такое противное чувство, что ты не выполняешь, не работаешь на все 100. И вот на самом начале такое чувство постоянно меня преследовало, потому что стандартная ситуация, день рабочий в Москве, разгар дня, ты видишь, что что-то сломалось. Ты видишь там alert или девопсы приходят, говорят, ребята, что-то сломалось, они знают, что мы не спим. Ты начинаешь смотреть, да, видишь, что-то сломалось, что-то идет не так. Но из-за того, что система была очень сложная, это был новый язык для меня, скала, когда я пришел в эту компанию, было очень сложно сразу понять, что же конкретно сломалось, почему так происходит и как-то починить. И проходит там час, другой, третий, ты копаешься в этой проблеме, копаешься в логах, дебажишь. Потом просыпается кто-то в долине и говорит, да тут же надо было вот это вот сделать и все заработало. И ты такой чувствуешь, блин, я потратил три часа своего времени и на самом деле это решалось за 10 минут. Это было немножко так обидно, ну не столько обидно, сколько чувство потраченного впустую времени. И тебе хотелось наверстать, тебе хотелось сделать что-то, чтобы почувствовать, что да, блин, я что-то делаю такое, что я вижу результат. Но, честно говоря, это был очень классный опыт, я уже по прошествии времени это понял, потому что я научился достаточно независимо разбираться в довольно сложных вещах. Потому что не было никого под рукой, кто говорил, вот это так работает, вот это так, смотри туда, сделай вот так вот. То есть мне приходилось во многом доходить до этого самому и это оказалось очень полезным опытом в будущем. Вот ты сказал, да, о том, что были определенные сложности с часовыми поясами, а были еще какие-то сложности помимо времени, со стыковки времени, может быть там с самоорганизацией, может быть с профессиональной культурой, потому что у вас была очень разношерстная команда в понимании друг друга. Ну, я не хочу как бы делать какие-то наводки, но вот расскажи о дополнительных сложностях. Проблема самоорганизации, она безусловно существует, и я ее решал интересным способом, я просто ездил в офис каждый день, я договорился со своим предыдущим работодателем, что я в уголочке тихонечко посижу, не буду никому мешать в офисе. И каждое утро я поднимался и ехал в офис, мы ехали с моим коллегой, как я уже упомянул, мы работали вдвоем удаленно, и мы там в уголочке сидели вместе и работали. И на самом деле это отчасти решает очень много проблем с самоорганизацией. Ну и в Москве нет океана, нет пляжа, то есть нет соблазнов куда-то поехать и поваляться на берегу, то есть это первый момент. Второй момент насчет культурных разниц, безусловно это присутствует, американская культура, то как я ее увидел и почувствовал, она сильно отличается от нашей. Эти ребята очень непрямые, то есть если в пул-реквесте тебе кто-то пишет, а ты не мог бы посмотреть на то, как похоже реализовано вот там. Это по сути означает, ты сделал неправильно, посмотри как надо, но если ты этого не знаешь, если ты его не понимаешь с самого начала, то наш человек скажет, а да, окей, я посмотрел, хорошо, я принял к сведению, но все нормально, моя реализация хорошая. Вот, но слава богу у меня был друг, который работал на американскую компанию до этого уже несколько лет и у него были американские друзья, которые ему помогли почувствовать эту культуру и он очень много мне подсказывал, рассказывал по поводу как вести переписку, что говорить, как говорить и это очень сильно помогло. Следующая проблема была у меня с языком, то есть я на момент того, на момент, когда я устроился в компанию, я в принципе хорошо читал, хорошо понимал речь, но было сложно разговаривать и быстро формулировать свои мысли. Ключевое слово быстро, потому что, например, какая-то беседа в Slack'е и ты хочешь что-то написать, сформулировать как-то свою мысль и пока ты ее грамотно формулируешь, разговор уже о совершенно другом этом канале. И по сути твои слова уже никому не нужны, потому что разговор уже на другую тему там и со временем я научился быстро перефразировать, быстро формулировать свои мысли на английском языке и в дальнейшем это, конечно, очень сильно помогло. Ну и последняя, наверное, большая проблема – это понимание акцентов, так как компания была интернациональная, у нас были ребята из Индии и впоследствии ребята из Китая, очень часто проблема с пониманием их акцентов была и иногда на митингах я, например, решал это следующим образом, когда ко мне кто-то обращался из моих коллег на общем инжиниринг-митинге, например, и я понимаю, что мне очень сложно разобрать, что конкретно он говорил, и говорит, давай не будем тратить сейчас время на этом митинге, давай спишемся после и договоримся. И уже в переписке все эти моменты решались, то есть такой лайфхак небольшой. Да, спасибо за то, что поделился так откровенно проблемами и прямо их классифицировал, потому что даже мне это очень знакомо, и акценты и прочее, прочее. Можешь немного подробнее рассказать о том, что был за продукт, чем занимался стартап? Компания занималась предоставлением аналитики для других компаний, то есть это B2B бизнес был, аналитика в области RTB, то есть Real Time Bidding. Когда вы открываете практически любой сейчас сайт и видите на нем рекламку, там на фоне за этой рекламкой происходит целая жизнь и мини-аукционы. И компаниям, которые торгуют этой рекламой, им интересно понимать, насколько эффективно они показывают эту рекламу, то есть насколько часто кликают, переходят, покупают и так далее. И они генерируют огромную кучу событий, по которым потом хотят иметь какую-то аналитику, визуализацию, отчеты и так далее. И собственно наша компания занималась именно этим, мы предоставляли нашим клиентам интерфейс, по которому они могли нам эти данные переслать и потом мы их процессили и предоставляли им уже в виде либо отчетов, либо API, либо это UI был у нас. И мы им предоставляли доступ к их данным, возможность, как говорится, slice and dice по этим данным, смотреть с разных на это сторон и понимать, насколько эффективно люди кликают на рекламу. В общем, была какая-то такая бизнес-модель у компании. И наш отдел конкретно, я работал в platform team, то есть наша задача была, это полностью весь pipeline от приема событий клиентов до сохранения их уже в базу данных. И за базой данных это уже была другая команда, наша фронт-энд команда, которая пилила именно UI. А база данных, опять же, возможно, многие подписчики, кто работает с Big Data, слышали про Druid. Собственно, Druid это база данных для аналитики и этот Druid был написан в той компании, в которой я работал. Забегая наперед, я скажу, что твой опыт получения H1B нельзя назвать удачным. Но на моем канале ты первый и единственный человек на данный момент, кто готов поделиться этой историей и рассказать, как пошла дальше твоя карьера. Расскажи, что это было? То есть твой стартап тебя хотел перевозить? Почему ты не смог получить эту визу? Я устроился в 2015 году, но уже, по-моему, в апреле, то есть когда сезон H1 прошел. И, честно сказать, в 2015 году, когда я устроился, я и не планировал уезжать в Штаты, потому что я не понимал пока еще, а как это работать в американской компании? Что это такое? Понравится мне, не понравится? Спустя год я понял, что да, окей, мне интересно было бы попробовать. Я поговорил со своими менеджерами, и они сказали, да, окей, мы готовы оформить H1. Мы подались на H1 в 2016 году, но я думаю, многим подписчикам этого канала знакомо или они слышали и знают, что там лотерея сейчас. Потому что подается гораздо больше, чем мест. И, собственно, я, похоже, не самый удачливый человек в лотереях. Я пролетел с лотереей. А дальше не столько компания, наверное, хотела меня перевезти, сколько я хотел уехать. И я начал искать другие способы. Осенью этого же года я поехал в Штаты, поговорил со своим VP of Engineering и спросил его о возможности оформления гринки, когда я удаленно. Есть такая штука, как консуляр процессинг. Собственно, он согласился, он сказал, да, окей, ты уже работаешь полтора года в компании, мы довольны, давай начнем такой процесс. Он меня связал с адвокатами, с юристами, которые работают в моей компании. И дальше у меня ушло несколько недель на то, чтобы доказать этим юристам, что это возможно. То есть переписка выглядела примерно так. Здравствуйте, вот у нас такая идея, хочется оформить консуляр процессинг. Юристы такие, нет, это невозможно. Я им в ответ пишу, ну я, конечно, не юрист, я не понимаю и не разбираюсь, но я вот читаю американский закон, и тут написано, что это можно, что кроме adjustment of status есть консуляр процессинг, и это возможно. Они говорят, да, да, это возможно, в общем, но это там гораздо дольше получается. Я говорю, ну я, конечно, не юрист, я не разбираюсь, но я вот читаю, и там написано, что это не дольше. Они говорят, ну да, это, в общем, может быть и не дольше. Но, в общем, после где-то пары недель вот такой вот переписки, они взялись за этот кейс, начали процессинг этого. Мне кажется, что они просто не хотели связываться с тем, что они не делают на каждодневной основе, потому что очень немногие делают консуляр процессинг, очень многие уезжают и там уже делают adjustment of status. И в 2017 году я подался еще раз на H1, чтобы просто пораньше, если что, иметь возможность приехать в Штаты и уже допроцессить гринку из Штатов. Но осенью 2017, я опять пролетел H1, второй раз подряд, второй год подряд, и в конце 2017 года компанию просто продали. И продажи компании означало окончание гринкард-процессинга и всего этого, я уже понял, ну окей, вселенная мне говорит, хорош, хорош, пока не надо. Тебе в данный момент не стоит ехать в Америку. И я начал искать другие варианты, я начал смотреть, что еще есть, какие есть возможности уехать из России и поработать где-то за рубежом. И, собственно, так я оказался в итоге в Германии. Тогда давай поговорим о твоих поисках работы в Германии, как они проходили. Справедливости ради надо сказать, что я искал не только в Германии, то есть Берлин был одним из вариантов, одним из городов, в которые я хотел бы потенциально уехать. Я смотрел Лондон, я смотрел Амстердам, я смотрел немножечко на Канаду, но там ничего серьезного так и не дошел. Но в другие европейские города я собеседовался с компаниями и в итоге мы не сходились либо на том, что мне не нравилось то, чем мне предлагали заниматься, либо компанию что-то не устраивало. То есть было несколько вариантов, например, заниматься очень близкими вещами, которыми я занимался в американском стартапе. Но мне это было не совсем интересно, потому что компания была заинтересована, потому что я бы пришел и начал бы сходу решать те проблемы, которые у них прям есть, потому что я знал, как их решать. А мне было неинтересно, потому что масштабы были меньше, эти все проблемы я уже решал и по сути ничего нового я бы для себя не приобретал бы в этой компании. Хорошо, тогда давай о выборе городов и стран европейских. Ты просто искал, независимо от локации, какие-то интересные вакансии или все-таки ты выбрал всего европейского, например, и не только списка стран, выбрал какие-то определенные и по каким-то определенным критериям? Да, я отобрал несколько городов и стран, потому что для меня было также важно еще IT-комьюнити вокруг, то есть чтобы были какие-то митапы, конференции и был выбор. То есть я не был застрахован от того, что через месяц-два после того, как я бы устроился в новую компанию, мне бы совершенно это не понравилось. Я бы понял, что окей, компания не моя, надо куда-то идти и когда у тебя есть выбор, когда у тебя вокруг есть другие варианты, это становится немножечко проще. И в целом, как я уже упомянул, у меня выбор был между Лондоном, Амстером, Берлином. Я бы смотрел на Цюрих, но на Цюрих только, пожалуй, из-за гугла, у которого там офис разработки есть. На остальные города уже только если бы что-то попалось прям такое, что очень бы очень заинтересовало и захотелось бы, да, да, это та компания, в которую я хочу попасть, тогда бы, пожалуй, я бы посмотрел на это. Но так, пожалуй, было ограничено вот этими несколькими городами в Европе. Ну, ты сказал, что ты собеседовался вот в эти города, да, есть ли какой-то европейский стандарт прохождения собеседований и отличается ли он чем-то от американского и от российского, условно говоря? Насчет российского мне достаточно сложно сказать, потому что я в России очень давно не собеседовался, то есть в последний раз, когда я именно собеседовался с российской компанией, это было в 2011 году, очень много воды утекло и, скорее всего, поменялось сильно. Но собеседование в европейской компании, по моим ощущениям, мало чем отличается от собеседований в американских компаниях, потому что очень много компаний перенимают западную модель собеседований, когда ты либо приходишь, если ты онсайт, приходишь на полдня и у тебя 4-5 собеседований подряд с инженерами и с менеджерами, иногда зависит от твоей позиции. Либо, если ты удаленно, и тем более с разницей часовых поясов, то тебе просто организовывают несколько раундов интервью, примерно таких же, то есть 4-5 интервью, где ты решаешь задачи, они на разное направлено могут быть, на архитектуру, кодинг-челленджи, behavioral интервью. Но в целом модель мне показалась очень похожей с американской моделью. Расскажи поподробнее о процессе и, может быть, какие-то интересные задачи, которые у тебя были на собеседовании вот конкретно в эту компанию. Я собеседовался очень много, с очень многими разными компаниями разговаривал, и какая конкретно компания какой вопрос задала, мне уже очень сложно вспомнить, но по ощущениям не было чего-то необычного, то есть это стандартно. Сначала мне прислали хакер ранг задачу, там даже набор задач, которые я должен был на время решить, собственно, я решил, после этого они сказали, окей, давай дальше, проходишь первый раунд. И после этого у меня было, если я не ошибаюсь, три или четыре интервью на разные темы, то есть это architectural interview, где меня просили решить архитектурную какую-то задачу. И был один на алгоритмы и кодинг-челлендж уже такой онлайн с инженером, который работает в компании. И был на структуры данных, дизайн, классов и так далее. Вот это, кстати, был новый для меня опыт, потому что обычно это код-челлендж и архитектурную интервью. А тут ребята попросили составить такую, как бы я задизайнил и составил диаграмму классов, по сути, для решения определенной бизнес-задачи. Та компания, в которой ты работаешь, чем она занимается? Это на самом деле даже не немецкая компания, это компания, ее основной бизнес в Медисте и наш хедкутер в Дубае находится. Это, по сути, Uber для Медиста, то есть ride-hailing, доставка еды, last mile delivery. И в Берлине просто офис, который очень быстро растет, то есть в начале 2018 года здесь было, по-моему, 15 или 20 инженеров, что-то около того. Сейчас уже больше 100, то есть компания очень много инвестирует в этот офис. И у нас в целом офисы разработки в трех городах, это Дубай, Берлин и Карача. И, собственно, в Берлине находится core разработка в данный момент уже, то есть мы перетянули одеяло немножечко на себя, можно сказать так. И очень много важных core вещей для бизнеса сейчас находится в Берлине. А позиция, на которую ты сразу пришел, это была позиция инженера или уже техлида? Я шел на позицию просто синьор инженера. У меня не было чистого опыта техлида до этого, но уже спустя где-то месяц, после того, как я пришел, мне доверили команду и сделали техлидом этой команды. Собственно, я планировал развиваться в этом направлении, мне хотелось попробовать, мне было интересно. И так получилось, что мои желания совпали с возможностями компании. И я начал свою техлидскую часть карьеры. Как проявить себя за один месяц, чтобы тебя сделали из инженера, техлидом назначили? Это очень хороший вопрос. На самом деле, как я уже сказал, я пришел на позицию не техлида и начал работать как обычный синьор инженер. И по прошествии месяца руководству понадобился техлид для одной из команд. И выбор пал на мою кандидатуру. Я думаю, что это благодаря тому, что у меня было уже достаточно много лет опыта. Там около 8, по-моему, лет опыта, если суммарно взять резюме или даже больше. И они посмотрели и сказали, ну вот этот парень может выполнять функции техлида, мы считаем, давайте попробуем. И тут как раз свою роль сыграло то, что компания очень быстро росла, динамичная и такое немножко хаотичное окружение, в котором очень легко что-то пробовать новое, итерироваться. И огромная куча новых возможностей. И, собственно, таким образом я сказал, окей, я очень хочу это попробовать. Компания сказала, окей, нам очень нужно, чтобы ты это попробовал. Ну, мы на этом и сошлись, и началось приключение новое. А что вот в твоей компании нынешней вообще значит эта позиция техлид? Каковы твои обязанности, не знаю, как выглядит твой день? Это очень разное на самом деле от отдела к отделу. То есть в некоторых отделах техлид и инжиниринг-менеджер выполняют очень схожие задачи. У нас в нашем отделе конкретно, я могу рассказать про наш отдел конкретно, по сути я бы разделил свои задачи на две больших области. Это внешние по отношению к команде и внутренние. Внешние это такие задачи, как общение с бизнесом, попытки понять, что им нужно, что они хотят. Чтобы потом это транслировать в команду, транслировать в технические какие-то задачи и то, что нужно сделать с технической точки зрения в нашей команде, чтобы реализовать заддумки бизнеса. Плюс такой alignment между командами, то есть когда нам что-то нужно от других команд, когда им что-то от нас нужно. Составление OCR, roadmap, то есть планы, что мы будем дальше делать, куда мы будем дальше идти. Это что касается внешних задач. И внутренние задачи это код-ревью, технический гайденс, архитектурные какие-то решения. Но опять же тут нужно понимать, что я не могу прийти в команду и сказать, так, я все придумал, мы делаем именно так, как я сказал. То есть тут нужно быть очень аккуратным и осторожным, чтобы все поняли твою точку зрения, приняли ее, согласились с ней. Ну или ты немножечко свою точку зрения поменял, если услышал фидбэк. И вы вместе двигались в одном направлении. То есть это такая помощь команде вырасти и сделать то, что я считаю правильным. Есть ли какие-то сложности в культуре, в, может быть, привычках каких-то, того места, где ты сейчас работаешь? То есть ты все-таки работаешь в культуре Германии? Ну, мне очень сложно сказать на этот вопрос, потому что если в американской компании... Ответь на этот вопрос, потому что если в американской компании было довольно много американцев вокруг, вокруг меня сейчас не очень много немцев. В моей команде, например, это двое ребят из Украины, парень из Южной Кореи и парень из Новой Зеландии. То есть немцев нет. В команде, которая сидит с нами в одной комнате, тоже ни одного немца нет. Американец, русский, китаец. То есть в основном ребята, которые немцы, у меня попадаются это либо менеджмент, либо people management, то есть и чары и так далее. И мне очень сложно ответить, какая разница в работе. В принципе, по ощущениям, они более директ, более прямые, чем американцы. В этом плане они немножечко ближе к нам. Но они очень трепетно относятся и к порядку. И какие-то такие моменты, очень бытовые, они прям показывают разницу. То есть у нас, например, поставили в коридоре двери, железные двери. И так как они постоянно открываются, хлопают, поставили стульчик, чтобы они не хлопали. Ну, подперли просто, чтобы она не закрывалась. И пришли местные, кто управляет офисом, они немцы. И сказали, ребята, пожарная безопасность говорит, что... Ну, то есть там есть еще один пожарный выход в другом крыле здания. Поэтому эта дверь должна быть закрыта, если будет пожар, чтобы бой не распространялся. То есть мне, честно говоря, такую ситуацию довольно сложно представить в России. Чтобы пришел, кто тебе сказал, что вот тут гипотетически может быть пожар, поэтому вот эта дверь должна быть прям закрыта. И стульчик твой здесь не должен стоять. Но тут это как бы бывает. То есть случается и встречается. И это показывает такую разницу в менталитетах. И другой пример могу привести немножко не из работы, но тоже показывает разницу в подходах. Это бытовой. Я сейчас пересдаю на права, чтобы получить местные права. Потому что мои больше не действительны после полугода. И я решаю билеты. И вот билеты прям явно показывают разницу. В наших билетах, когда я сдавал в России, у нас просто в основном вопросы, кто прав, кто виноват. Вот дорожная ситуация, кто кого должен пропустить? Здесь кроме таких вопросов еще много вопросов. Например, перед вами едет автомобиль на маленькой скорости. Что вы сделаете? И варианты там ответов. Я его обгоню и заторможу за ним, перед ним, чтобы он понял, что он неправ, что он делает неправильно. Или там выезжает машина какая-то. Что вы должны, почему вы должны здесь притормозить? То есть несмотря на то, что ты прав по правилам, ты должен не настаивать на своем праве ради безопасности, ради того, чтобы дорожное движение продолжалось в нормальном темпе. То есть я таких вопросов не помню у нас. Они здесь постоянно в билетах, например. И это тоже показывает такую разницу в менталитете и в подходе ко многим вещам. А что касается вообще Берлина как города для жизни? Германия достаточно большая. И там есть Мюнхен, например, и другие города, которые имеют свою какую-то культуру, устройство, инфраструктуру. Вот что касается Берлина, насколько он удобен для жизни? Перед тем, как переехать сюда, за год до этого я здесь был как турист. Еще не зная, что судьба меня закинет в этот город. Я здесь был как турист. И уже тогда я сделал вывод, что город классный для жизни, но как турист я бы сюда не вернулся больше после одного раза. То есть посмотрел основные достопримечательности, прошелся по музеям и уехал. Для жизни он классный тем, что очень хорошо развит общественный транспорт. То есть я здесь без личного автомобиля, при наличии велосипеда и общественного транспорта очень свободно себя чувствую и могу перемещаться достаточно легко. Плюс ко всему, когда я сюда приехал, самое первое я выучил главную фразу, что извините, я не разговариваю на немецком. И этого вполне хватает на бытовом уровне. То есть я могу пойти в магазин, я могу пойти в кафе, я даже могу пойти в какие-то государственные учреждения и там объясниться на английском языке. Я слышал, что подобное в других городах – это редкость. И от других коллег, кто жил, например, в Гамбурге или в Штутгарте, они сказали, если бы я сначала приехал в Берлин, я бы немецкий не выучил, потому что незачем бы было. Я учу немецкий, я не до конца лентяй в этом плане, но на бытовом уровне мне вполне хватает английского и очень часто русского, потому что очень большая русская диаспора, и ты можешь стоять в магазине, сначала разговаривать, разговаривать на английском, а потом бах, и выясняется, что продавец тоже разговаривает на русском, и вы можете спокойно продолжить разговор. В этом плане очень удобно для жизни. Ну и по сравнению с той же Москвой, мне очень нравится здесь климат, то есть зима, когда у тебя зимой максимум минус 6, а сейчас февраль, и вот прям в данный момент на улице плюс 7, это утро субботы, и обещают плюс 14 днём. То есть для февраля это шикарная погода, я очень доволен этим. Это да, это правда, потому что у нас даже в Калифорнии сегодня было плюс 12, так что вы рекордсмены, по крайней мере. Расскажи о том, насколько высока конкуренция в этой области, в области Big Data. У нас уходило на то, чтобы нанять человека просто несколько месяцев. Как освоить Big Data? Чтение книжек. А если касаться образования, вот ты считаешь, что диплом математика нужен специалисту в области Big Data или Data Science? Я видел уже, что на некоторые позиции желательно мастер или PhD. Каким стеком технологий и вообще знаниями должен обладать специалист Big Data? Если человек мне скажет, да, я работал с Кавкой, но я туда закидывал данные, она каким-то магическим образом что-то там делала, я потом и читал оттуда данные, то... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok